Здесь проживает девушка-психолог и ее 8-летний сын. Основным пожеланием заказчицы было использовать нестандартные, неординарные цветовые сочетания. На самом деле здесь скрывается очень много всего интересного. Никто не соглашался изготовить его на заказ. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Привет, InMyRoom! Я так рада вас видеть! Проходите! Меня зовут Олеся Иванова. Я руководитель студии дизайна интерьеров «Иванова Дизайн». Мы занимаемся жилыми интерьерами с 2010 года. И сегодня в этом выпуске я хочу познакомить вас с квартирой для молодой красивой девушки с сыном, где очень много интересных мест для хранения и необычных цветовых решений. Мы находимся в квартире, которая располагается в ЖК Новочеремушкинская, 17. Здесь проживает девушка-психолог и ее 8-летний сын, который занимается футболом и ходит в школу. Также с ними рядом по соседству проживают две очень милые собачки. Работу над этим проектом я начинала прямо из роддома перед рождением своей второй дочери. В роддоме мы заполняли техническое задание на разработку дизайн-проекта, где основным пожеланием заказчицы было отдать предпочтение трем полноценным спальням. И создать небольшую, но комфортную общественную зону, зону кухни-гостиной. Также основным пожеланием заказчицы было использовать нестандартные, неординарные цветовые сочетания. В интерьере заказчица просила обязательно учесть у меня розовый цвет, который она очень любит. И в сочетании с розовым цветом использовать изумрудный. И для детских комнат, для остальных помещений мы также подбирали нестандартные цветовые сочетания. Когда мы зашли на этот объект, здесь не было перегородок, были только несущие колонны и перегородки, которые отделяли один санузел. В итоге у нас получилось. Прихожая 4,7 квадратных метра, постирочная 2,8 квадратных метра, гостевой санузел 3 квадратных метра, кухня-гостиная 15,3 квадратных метра, Коридор 8,5 квадратных метров, детская 14,7 квадратных метров, гардеробная 8,5 квадратных метров, мастер-спальня 13,6 квадратных метров, гостевая спальня почти 12 квадратных метров, мастер-ванная 5,2 квадратных метра и лоджия. И пойдем смотреть, что у нас получилось. Начну свой рассказ с кухни-гостиной, она у нас получилась компактная, небольшая, всего 15 квадратных метров, но здесь удалось учесть все необходимые элементы. Расскажу про отделочные материалы. На стенах мы использовали краску, но не просто краску, мы декорировали стены гипсовыми 3D панелями, плюс также у нас на стенах гипсовые молдинги, гипсовые плинтусы напольные и гипсовые карнизы. На потолке у нас гипсокартон, в гипсокартон встроены светильники под покраску. На полу в зоне готовки мы используем керамогранит, я считаю это абсолютно логичным решением, потому что здесь всегда может что-то пролиться, может что-то упасть, повредить красавицу, роскошную инженерную доску. Мы используем ее на остальных частях помещений, но здесь, в зоне готовки, я повторюсь, используем неубиваемый материал. Стык керамогранита и инженерной доски это тонированная пробка. На кухне столешница это искусственный камень, на фартуке керамогранит, тот же, что на полу. Фасады у нас из влагостойкого МДФ и цветовое сочетание, как я ранее говорила, было не случайным образом выбрано. Заказчица очень любит розовый цвет, поэтому кухню мы изготовили специально под ее вкусовые предпочтения. Все металлические элементы в этой квартире выполнены в цвете латунь. Здесь мы видим мойку подстольного монтажа, смеситель с выдвижным изливом, фильтр для воды и также здесь присутствует измельчитель мусора. Глубина кухни 60 см. Кухня непростая, кухня у нас выполнена в потолок. Для чего? Для того, чтобы использовать дополнительные места для хранения. Здесь сверху у нас антресоли для тех вещей, которыми мы не пользуемся постоянно. Высота кухни до этого шикарного красивого гипсового карниза примерно 2 метра 85 см. И на первый взгляд может показаться, что это простая небольшая кухня, но на самом деле здесь скрывается очень много всего интересного. Например, за этими шкафчиками мы можем увидеть скрытую вытяжку. Также остальные места используются для хранения. Рядом у нас места для хранения. Здесь используются какие-то контейнеры для сыпучих продуктов, бокалы. Рядом у нас также место для хранения посуды. И здесь у нас также место для хранения продуктов. Рядом вы видите шкаф, но за этим шкафом у нас скрывается холодильник встроенный и также встроенная морозильная камера. За этим фасадом располагается небольшая посудомоечная машина 45 см. За этим фасадом также необычное место для хранения. Предполагалось, что это ведро будет ведром для мусора, но для хозяйки оно оказалось слишком маленьким. Она выбрала другое ведро, которое я покажу вам позже. Этот ящик она использует для хранения всевозможных мусорных пакетов, таблеток для посудомойки, моечных средств, пищевая пленка, какие-то большие предметы для готовки. На этой кухне этот ящик используется так. Здесь также интересный ящик. Называется волшебный уголок. Вот так вот мы тянем и за ним выезжает все содержимое. Таким образом можно легко получить доступ к каким-то вещам, которые находятся глубоко-глубоко там углом. Дальше здесь у нас электрическая варочная поверхность, под ней выдвижной ящик с несколькими секциями. Здесь у нас наверху столовые приборы, дальше какие-то продукты и здесь тоже что-то необходимое для готовки. Так, здесь у нас бутылочница. А теперь перейдем к изюминке данной кухни. Это дополнительная выдвижная рабочая поверхность. Так как рабочей поверхности на кухне немного, мы придумали такой элемент, который всегда может помочь нам для того, чтобы увеличить пространство для готовки. В этой квартире заказчица проживает уже три года после ремонта и она отметила, что это решение ей очень нравится и она часто использует его. Материал столешницы ЛДСП. Задвигаем дополнительную рабочую поверхность, обращаемся вниз. Здесь у нас распашной шкаф, в котором также много мест для хранения всевозможных продуктов. А здесь хочу обратить ваше внимание на технику. Это духовой шкаф с функцией СВЧ, то есть два в одном. Здесь можно и приготовить пищу в духовке, и разогреть ее в микроволновке. Ну а выше самое интересное, святая из цветых, это винный холодильник. Есть бутылки, но не могу открыть шкафчик, к сожалению. Над винным холодильником также распашной шкаф, который открывается по системе Типор. А сейчас мы переходим с вами в гостиную зону. И здесь основным интересным элементом я бы назвала вот этот круглый раздвижной стол. В чем его необычность, я бы сказала. В том, что на тот момент, когда мы делали ремонт, просто в природе, в продаже не существовало именно необходимого нам размера столешницы. У нас она 90 сантиметров. Нам нужно было использовать необычное подстолье, также в цвете латунь, и чтобы стол имел возможность раздвигаться. Таких столов абсолютно не было, и мало кто соглашался изготовить его на заказ. Я бы сказала даже больше, что никто не соглашался изготовить его на заказ. Но все-таки компания, которая на тот момент комплектовала этот интерьер, нашла одного производителя. И спасибо им большое за то, что они смогли осуществить придуманную мной модель стола, которую я спроектировала, показала на визуализации. И вот ребята изготовили этот стол, и сейчас им с успехом пользуются на этой кухне. Материалы стола это МДФ на столешнице. И металлическая подстоль. Также в этой зоне гостиной небольшой раскладной итальянский диван. И также здесь, в этой зоне, мы увеличили пространство для гостей, расположив на подоконнике широкие мягкие подушки, чтобы с удобством могло расположиться большое количество гостей. И здесь, в этой прекрасной, мягкой, уютной зоне, я хочу обратить ваше внимание на систему отопления в этой квартире. Здесь нет стандартных радиаторов, а мы используем внутрипольные конвекторы. Здесь, в этом помещении, я по просьбе заказчицы отказалась от традиционного решения, от использования тюля и портьер, и отдали предпочтение жалюзи. Жалюзи непростые, они открываются и закрываются с пульта управления, то есть они выведены на электрокарниз. У InMyRoom есть телеграм-канал, где собраны интересные идеи для ваших интерьеров, скидки и акции от партнеров, а также анонсы выходов новых видео на YouTube-канале. Также хочу обратить внимание на стулья в этом обеденном гарнитуре. Стулья использованы в двух цветах, это серый и розовый, впрочем, как и все цвета в интерьере этой кухни-гостиной. А сейчас я хочу рассказать вам про мебель в ТВ-зоне. Эту ТВ-тумбу я придумала сама, ее изготовили для нас по нашим эскизам в мебельной мастерской. Внизу у нас выдвижные ящики, два из которых в золотой отделке. Сама тумба изготовлена из МДФ. Наверху вы видите полки, на которые можно расставить фотографии, декор. Хочу обратить внимание на свилик, их просто обожает моя заказчица. И здесь она собрала небольшую свою коллекцию. Дальше мы говорили о том, что кухня компактная, она собрала в себя очень много функций. И здесь я хочу обратить внимание на два мини-домика для собачек, которые проживают в этой семье. Сейчас я хочу обратить особое внимание на эту картину. Здесь она возникла не просто так, у нее интересная история создания. В конце ремонта Маша заказчица, она уже так устала, что когда я говорила о том, что Маша, нужно сюда, здесь расположить какой-то арт-объект, потому что как раз это место было специально создано для чего-то крупного, интересного. И то, что будет также собирать в себя все цвета, которые мы использовали в этом помещении. Серый, розовый и золото. Маша мне ответила, что она очень сильно устала, и что сейчас ей не до картины, когда-нибудь позже она решит этот вопрос. Но я не захотела оставлять этот вопрос и откладываясь в долгий ящик, поэтому я придумала обратиться к своему отцу, который всегда очень хорошо рисовал. Я ему показала и объяснила примерно то, что я хочу. Но мой отец, так скажем, умеет писать только классическую живопись, поэтому он создал основу этой картины, наложив серо-розовые и белые оттенки с золотой поталью. Но крупные мазки выполнить ему не удалось. Он говорит, я не понимаю, как это все делать, давай сама. Я забрала от него эту большую картину, повезла ее художница, и вместе с художницей мы вместе накладывали эти крупные мазки и завершили эту картину. И на новоселье Маше, я ее привезла, я сейчас приехала, и очень рада, что она до сих пор занимает свое почетное место в этом интерьере. А сейчас у меня вопрос, загадка. Как вы думаете, что это за черный предмет интерьера? Наверное, вы подумаете, что это тумбочка или консоль, но нет. Секрет этого предмета заключается в том, что это большая вместительная мусорка с несколькими отделениями для разных бытовых отходов. А сейчас я расскажу о вариантах освещения, которые использованы в этом помещении. И начну, пожалуй, с люстры. Обычно люстру располагают над обеденным столом. И изначально по планировке и по тому, как мы расположили стол, он должен был находиться именно здесь. Но уже в процессе жизни заказчица решила, что ей удобнее расположить этот стол здесь, рядом с диваном. И поэтому сейчас у нас существует вот такое планировочное решение на данный момент. Дальше. По светильникам у нас потолоченные врезные светильники под отделку. Уже говорила о них. Очень мне нравится. Выглядит минималистично. И при этом интересно. В зоне дивана два бра симметричных друг к другу, которые также использованы в цвете латунь. И подсветка рабочей поверхности на кухне. А сейчас мы попадаем с вами в детскую комнату, где все свое основное время проводит сын нашей заказчицы. И сейчас я хочу рассказать вам о тех зонах, которые присутствуют в этой комнате. Начну, пожалуй, со спального места. Большой диван, кровать. Также у нас большой вместительный шкаф. Здесь стеллаж зоны для хранения. Также есть спортивный уголок с турником и со стенкой для скалолазания. И рабочее место для школьника. Пол в этой комнате это инженерная доска. Мы используем ее абсолютно во всей квартире, кроме мокрых и грязных зон. В этой детской необычный потолок. Он желтого цвета, неяркий, пастельный, приглушенный. И хочу обратить внимание на то, что этот цвет я позаимствовала с этой картой, которая расположена в изголовье кровати. Вообще все цвета в интерьере, которые присутствуют здесь, я заимствовала отсюда. Основные цвета, которые я позаимствовала с этой фотокартой, это синий, оттенки голубого и оранжевый, как акцентный цвет. Синий у нас здесь диван-кровать. Она размера 216 на 130. Особенность ее в том, что она может использоваться и как полноценная кровать с полноценным спальным местом, с хорошим матрасом. И при этом в случае гостей постельный диван может убраться. И здесь могут расположиться за просмотром какого-то интересного кино маленькие гости, хозяина этой комнаты. Хочу показать вам шкаф. Он довольно вместительный. Здесь присутствует зеркальное полотно, которое откатное. И что хочется сказать, здесь в этом шкафу разные места для хранения. Здесь есть выдвижные ящики, полки. Также присутствуют вешалки. И достаточно много полезного пространства для хранения одежды мальчика. Может показаться, что это очень глубокий шкаф, потому что здесь довольно-таки длинная стенка. Но хочется отметить, что все-таки этот шкаф по глубине 60 см. И остальное пространство занимает шкаф, который располагается в коридоре. И я вам еще его покажу. И также хочу обратить внимание на то, что фасады у этого шкафа необычные. Они внизу отфрезерованы, и ручки также вырезаны и интегрированы в само полотно. Материал МДФ. При проектировании этого интерьера меня попросили обязательно учесть спортивный уголок, стену для скалолазания. И сейчас хочу вам рассказать про нее поподробнее. Вообще вот эта часть, это несущая колонна, ее мы отделали шпонированными панелями. Это шпон американского ореха. На ней разместили вот эти вот выемки для скалолазания. Здесь у нас турник. Для турника нам потребовалась обязательно закладная в стене, которую мы делали, продумывали заранее. Хочется отметить, что шпон американского ореха повторяется далее в мебели, в стеллаже. Здесь у нас ящики также для хранения. И в рабочей поверхности. Рабочая поверхность стола также изготовлена в этом материале. А теперь перейдем с вами к рабочей зоне, зоне школьника, где красивый рабочий стол на шикарной, я считаю, стеклянной ноге, которая выглядит очень интересно, невесомо. Это дополнительная изюминка к рабочему месту. И этот стол плавно перетекает в стеллаж, который очень долго, я помню, мучилась, придумывала, 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 придумывала. Вот, наконец, придумала. Здесь необходимо было разместить много мест для хранения книг. И самое главное, необходимо было разместить медали, потому что мальчик-спортсмен увлекается футболом, у него много медалей. И здесь есть два отделения в стеллаже. Здесь и здесь, в которых расположены медальницы, которые также я придумала сама, и их изготовили из металла. За стеллажом у нас фотообои, которые показывают нам жизнь джунглей. И сейчас, спустя три года эксплуатации данного интерьера, заказчица поделилась с нами тем, что не совсем им нравится. Не совсем нравится это использование типона. Типона – это когда мы нажимаем на ящичек, и он откатывается. Не совсем понравилось это решение на рабочей зоне, потому что ребенок, периодически, утыкаясь в этот ящик, он открывается, потом закрывает, ребенок начинает нервничать. Не только от уроков, но и от открывания этого типона. Размер стола – 155 на 60. Хотелось бы еще рассказать про конвекторы в данном помещении. Конвекторы нельзя использовать под мебелью, поэтому здесь мы используем не один длинный конвектор, А эта линия у нас прерывается, прерывается как раз вот этой стеклянной ногой. И мы имеем одну часть под столом и другую часть за столом. На широких подоконниках также расположилась уютная мягкая зона. Цвет этой зоны, как и вот этого столика, оранжевый. Оранжевый как акцент в противовес синему и голубому. И также я считаю интересным решением, кроме желтого потолка, это голубые плинтусы, которые повторяют голубой цвет шкафа. На окнах мы использовали текстиль, но опять же не в привычном понимании. Здесь у нас римские шторы, декорированные ремнями. Открываются и закрываются вот таким вот образом. В качестве освещения на потолке у нас служит магнитная шинопроводная система. Она интересна тем, что сюда мы можем добавлять любое количество светильников. В нашем случае здесь, вот в этой конструкции, мы используем линейные светильники и цилиндрические светильники. Если какой-то перегорит или покажется, что освещения недостаточно, мы всегда можем вытащить один, поставить другой и добавить еще по необходимости какие-то дополнительные элементы. Маша, наша заказчица, очень любит свинок, как мы увидели с вами в кухне-гостиной, а ее сын просто обожает сов. Поэтому здесь не случайным образом припорхнула к нам сова и превратилась в такое интересное бра, которое служит таким вот интересным арт-объектом в детской комнате. А сейчас мы попадаем с вами в святая святых. Это мастер-спальня и планировка этой спальни довольно необычная, потому что здесь мы расположили полноценную спальную зону. Плюс у нас здесь есть перегородка, которая отделяет спальную зону от зоны гардеробной. В зоне гардеробной у нас есть полноценное рабочее место, а здесь у нас есть свое место для того, чтобы привести себя в порядок, туалетный столик. Здесь на стенах мы используем, как во всех помещениях, крашеные стены, декорированные гипсовыми молдингами и гипсовыми 3D-панелями. Но в спальной зоне мы также используем мягкие стеновые панели. Хочется обратить внимание на это мягкое изголовье. Здесь у нас использованы мягкие текстильные панели. Нужно обратить внимание на то, когда вы выбираете ткань, чтобы она была без пальчикового эффекта, чтобы не оставалось следов, когда вы проводите рукой. Может быть, кому это нравится, я это не люблю. Также эти мягкие панели сочетаются вместе с латунными металлическими профилями. И все это украшено декоративными зеркалами с использованием фигурок птиц. Здесь у нас располагается кровать. Кровать без подъемного механизма. Ее размеры 1,80 на 2,100 по бокам от кровати при кроватной тубочке. Слева от кровати мы видим туалетный столик. Здесь можно привести себя в порядок. Рядом с туалетным столиком располагается стеллаж. Стеллаж необычной формы. Почему? Потому что здесь мы видим полки, которые не доходят до конца, для того, чтобы здесь можно было расположить какой-то высокий предмет. Например, какую-то большую вазу или, может быть, ту же медальницу для медалей или какую-то картину. Материалы этого столика – столешница, мрамор и ящик. И его основание – это текстиль. Ну и, соответственно, металлические ножки. Подписывайтесь на все площадки, где есть InMyRoom. Там вы можете найти для себя очень много идей для ваших интерьеров. А если вы хотите стать участником следующего выпуска, посылайте фотографии ваших готовых интерьеров на эту почту. А за красивой перегородкой, украшенной гипсовыми 3D-панелями, располагается такой вместительный гардеробный шкаф для нарядов нашей хозяйки. Этот шкаф изготовлен индивидуально по моим размерам. Здесь есть выдвижные ящики, есть полки, брючница, выдвижные корзины, плюс очень много отделений с вешалками. Также изюминкой этого гардеробного шкафа служит вот эта выкатная лестница, которую мы можем использовать для того, чтобы забраться и с легкостью использовать труднодоступные верхние полки. Сказала про изюминку гардеробного шкафа, про выкатную лестницу, но, наверное, я все-таки соврала, потому что может поспорить с лестницей. Вот это шикарное зеркало, овальное, в золотой раме, оно поворотное, и можно в любой, так скажем, точке посмотреть на себя и оценить свой наряд. В гардеробной зоне, кроме места для хранения одежды, расположился компактный небольшой рабочий столик с необходимыми рядом стеллажами для всей литературы и для того, чтобы можно было присесть и поработать за компьютером. Мастер-спальня не стала исключением для расположения в зоне наших широких низких подоконников уютных мягких подушек для того, чтобы можно было присесть с чашечкой чая и полюбоваться видами с 13 этажа квартиры. Здесь у нас потолочное освещение, плюс подсветка в шкафах от сенсорного выключателя. Интересным образом я продумала освещение в гардеробной зоне. На этой перегородке мы можем видеть два выключателя. Один с этой стороны, другой с этой. Сделано это для того, чтобы можно было, проходя здесь, включить свет здесь, выбрать наряд, переодеться, возможно поработать, выйти с этой стороны и этим выключателем выключить свет в той зоне. В спальне зоне у нас присутствует потолочная люстра, плюс встроенные потолочные светильники и подвесные светильники в изголовье кровати, и каждый из этих светильников дублируется с каждой стороны кровати. Свет можно выключить и отсюда, и с другой стороны кровати. А сейчас мы перевеселись с вами в гостевую комнату. Здесь на относительно небольшой площади, около 11 квадратных метров, нам удалось разместить все необходимое для того, чтобы здесь могла остаться переночевать няня или бабушка. Также сама заказчица очень любит проводить здесь время, ей очень нравится этот диван, говорит, что он невероятно удобный, что он очень легко раскладывается, и здесь она очень любит лежать и смотреть телевизор. По отделке материалов, как и в остальных помещениях на полу, у нас лежит инженерная доска. Стены выкрашены в необычные цвета. Здесь мы использовали несколько оттенков, вот такой горчичный зеленым оттенком, бежевый слегка в розовинку. На этой стене проходят границы двух этих цветов, и также здесь у нас есть шкаф, который также объединяет в себя два этих цвета, и панно, в которое мы специально на заказ несколько раз согласовывали эскизы. В это панно мы вплетали именно эти цвета, именно эти оттенки, которые присутствуют здесь на стенах. На потолке в гостевой спальне мы также используем гипсовые карнизы, которые выкрашены в цвет стен, и также я хочу обратить внимание, что именно в этом помещении мы уже используем стандартные тюль и портьеры, которые располагаются за карнином. Вот здесь, в этом углу сейчас находится столик, но я предполагала, когда проектировала этот интерьер, что здесь будет располагаться большое, крупное, красивое растение, но пока что еще им не обзавелись. Надеюсь, в ближайшем будущем это свершится. Под телевизором также мы имеем много мест хранения в виде вот этого замечательного комода с выдвижными ящиками. Отделка этого комода МДФ в металлических профилях. Также фишкой этого интерьера является дверь, потому что она имеет двустороннюю окраску со стороны коридора. Все двери у нас выкрашены белый цвет, а внутри помещения эта дверь окрашена тот же цвет, что и окрашенная стена, на которой она находится. Также мне очень нравится, что на этой стене располагается такое огромное зеркало, расположенное в молдингах. Оно, безусловно, добавляет больше света в это небольшое пространство, смещение и тем самым, конечно же, увеличивает. И также за дверцами фасадов у хозяйки имеется большое количество косметики. И она сказала, что ей очень нравится именно здесь приводить себя в порядок, именно здесь наносить макияж. Ей очень удобно стоять, смотреть на себя и, соответственно, сразу с полок брать косметические средства. Шкаф. Его фасады изготовлены из МДФ. Две окраски, которые, опять же, присутствуют в нашем интерьере. Нижняя часть отфрезерована. Здесь мы имеем круглые ручки золотые, что тоже добавляет изюминку этого шкафа. Шкаф высокий, около 2 метров 80 сантиметров. Также он под потолок. Его опоясывают потолочные карнизы. Из гостевой комнаты у нас есть выход на лоджию. Лоджия небольшая, но в ней также присутствуют места для хранения. И мы организовали там встроенный шкаф. А сейчас мы попадаем с вами в зону прихожей. Вся эта зона необычна тем, что имеет насыщенный глубокий изумрудный оттенок, который так хотела видеть за качество в своем интерьере. Здесь в этом оттенке выкрашена межкомнатная дверь, стены, входная дверь и даже мебель. И здесь же этот изумрудный цвет начинает сочетаться с главным цветом этой квартиры, розовым, который так любит наша заказчица. В розовом свете у нас мягкая стеновая панель для крючков с одеждой. И также изумрудная стена соседствует рядом с розовой стеной, которая идет дальше на кухне. Попадая в прихожую, мы видим сразу же консоль, на которую мы можем сразу же положить ключи, какие-то, может быть, щита. Есть выдвижные шкафчики, в которые можно тоже положить какую-то мелочь, которыми обычно заняты у нас руки, когда мы попадаем в квартиру. Также в прихожей обязательно есть место для сидения, пуф, место, куда можно убрать обувь, это полки для обуви, открытые крючки для одежды. Вместительный большой шкаф с зеркалами. Зеркала выполнены с фацетной огранкой по периметру, что добавляет интересной игры цвета. Шкаф вместительный, здесь есть полки, выдвижные ящики и места для вешалок. Также здесь мы имеем лежанку для двух маленьких питомцев в этой квартире. На полу мы используем керамогранит, на потолке у нас встроенная шинопроводная система с линейными и цилиндрическими светильниками. Эта линия начинается в прихожей и дает дальше свое направление движения в сторону коридора. В коридоре мы имеем большой шкаф вместительный с такими фрезерованными фасадами, с круглыми золотыми ручками. Шкаф вместительный, также он несет на себе функцию, он скрывает те электрические счетчики. В одном из шкафов располагается очень много места для хранения обуви и прочих вещей. Если мы откроем другой шкаф, то здесь есть и выдвижные ящики, выдвижные полки. И фишкой, особенностью является пантограф. Пантограф это такое приспособление, которое позволяет с помощью вот такой ручки опустить штангу с вешалками до необходимой нам высоты. Так мы можем удобно использовать всю одежду, которая располагается наверху, до которой неудобно дотягиваться. Также мы максимально используем всю полезную площадь этого помещения, поэтому над этими двумя шкафами также мы используем антресоли. Коридор это единственное помещение в этой квартире, в котором мы не используем какие-то необычные цветовые сочетания. Он спокойных, пастельных, светлых оттенков для того, чтобы расширить это пространство, не суживать его. И фишкой, которая помогла также этот прием нам поддержать, это высота дверей. Двери здесь нестандартные. Обычно стандарт это 2 или 2 стополотно. В нашем случае высота плотна 2,40. А сейчас мы попадем с вами в то помещение, которое никого не оставляет равнодушным. И это черный санузел. Необычность этого санузла заключается в том, что на стенах мы не используем привычную плитку. Нижняя часть покрашена и декорирована гипсовыми молдингами. Верхняя часть этого санузла оклеена фотообоями, которые повествуют нам истории Эдемского сада. В зоне раковины у нас имеется большое овальное золотое зеркало, красивая раковина и также эта зона очень функциональна, потому что по бокам у нас имеются системы хранения вместительные. Также тут шкафчики, которые открываются нажатием. Ручка этого шкафчика служит также держателем для полотенца. Есть также открытые зоны хранения по бокам от выдвижного шкафчика. Стоит отметить, что на черной стене мы использовали черный унитаз и черную кнопку. Вся остальная сантехника в виде смесителей, донных клапанов, вегенического душа и прочих аксессуаров выполнена в золотом цвете. Из прихожей мы попадаем во вместительную постирочную, где есть стиральная машинка, сушильная машинка и много места для хранения бытовой химии, полотенец, белья и всего необходимого в хозяйстве. Здесь есть люк к коммуникациям и доступ к нему мы можем получить, просто приподняв и убрав эту полку. Этим люком не нужно часто пользоваться, поэтому данный прием позволяет нам использовать эту площадь максимально функционально. Также в постирочной у нас спрятался электрощиток. Попадая в мастер-санузел, мы попадаем, можно сказать, в райский сад. Плитка отдаленно напоминает этот интерьер, потому что в зоне ванной мы используем тропическую плитку с пальмами и в зоне зеркала как будто бы из тропиков к нам прилетела птица и поселилась рядышком. Здесь также присутствует розовый цвет, плитка в зоне зеркала и выдвижная тумба, плюс у нас здесь зеленый потолок и зеленые верхние фасады. Здесь мы видим не только унитаз, но также биде и задняя стенка, их облицованы МДФ панелями. И при желании мы можем нажать на эти панели, открыть их и получить доступ к трубам, стоякам и к узлу коллекторного узла. Экран ванной у нас облицован керамогранитом, тот, что используется на полу. Здесь мы имеем скрытый люк для доступа ко всем коммуникациям к ванной. Здесь есть небольшое отверстие для ног, чтобы можно было удобно подойти, например, и помыть ванную внутри. Вся сантехника ванной в золотом цвете. И мы имеем стеклянные шторки, очень удобные, герметичные и эстетичные. В зоне ванной выполнена ниша. В этой нише стеклянные полочки для того, чтобы можно было бы расположить свою уходовую косметику. Также я хочу обратить внимание на этот полотенцесушитель. Он тоже не совсем стандартный. По форме он напоминает две белые трубки. И под цвет этого полотенцесушителя у нас есть крючки для полотенц и халатов. И здесь, я считаю, очень красивая функциональная зона, зона раковины. Шикарная, красивая фарфоровая раковина с золотым смесителем. Золотое овальное зеркало. Птица, которая прилетела к нам из тропиков. И розовые выдвижные шкафчики. Вообще вся эта зона, она несет на себе не только эстетическую функцию, но и имеет очень много мест для хранения. Как я уже говорила, выдвижные ящики. И по бокам эти колонны также очень много чего вмещают в себя. Внизу тоже. Но с этой стороны мы не стали делать распашной шкафчик для того, чтобы не произошло конфликта открывания рядом с беде. Располагаясь непосредственно здесь рядом, можно уже в открытых полках дотянуться и что-то оттуда забрать. В этом помещении освещение у нас потолочное и декоративное в зоне зеркала в виде вот этой птицы. У InMyRoom есть подкаст, где обсуждают темы, связанные не только с дизайном. Поэтому переходите по ссылочке в описании и наслаждайтесь. Ну вот и все. Пора прощаться. Подошел к завершению наш room tour. Надеюсь, вам все понравилось. И если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Я обязательно на них все отвечу. Спасибо. 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 Спасибо.